Тема вебинара «ОГЭ по истории в 2023 году. На что обратить внимание учеников?» Проведет вебинар Роман Викторович Падзин, кандидат исторических наук, учитель истории, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшнего вебинара, а это презентация, видеозапись, будут размещены на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты участника в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту также по завершении вебинара. Уважаемые коллеги, я еще раз напоминаю о корректности заполнения анкеты при регистрации. Если вам важно оформление вашего сертификата, пожалуйста, заполняйте все требуемые ячейки. Фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, особое внимание уделите ему. Название вашего образовательного учреждения, пожалуйста, сокращайте до аббревиатуры. Надеюсь, вы будете сегодня активными участниками. Все свои вопросы лектору адресуйте, пожалуйста, в чат. Я желаю всем продуктивной работы и приглашаю присоединиться к нам нашего лектора. Роман Викторович, пожалуйста, мы вас ждем. Добрый день, уважаемые коллеги. Тему вебинара уже осветили. Сказали, что наша встреча посвящена основному государственному экзамену по истории в 2023 году. Давайте начнем. В начале я бы хотел кратко сказать о том, что у нас вышли два очередных новых пособия. То есть обновленные. Это 30 тренировочных вариантов. То есть пособия полностью соответствующие демоверсии. И второе пособие – это переиздан тематический тренинг. Но он обновлен. Добавлены новые задания. Об этом я скажу еще в конце. Поэтому, коллеги, обратите внимание сейчас, по крайней мере, на тематический тренинг в первую очередь. Потому что, наверное, варианты – это более такая дальняя история. Когда второй полугодия начинается, тогда проще решать варианты. Хотя, конечно, нужно попробовать в первом полугодии увидеть, на каких темах западают ученики и на каких типах заданий. То есть, где проверяются какие-либо умения. То есть, вот с этой плоскости, конечно, подойдет 30 тренировочных вариантов. То есть, для диагностических работ и так далее. Так. Ну, основные сведения об экзамене. То есть, очень кратко. Работа у нас с вами охватывает содержание курса до 1914 года. То есть, ровно с той концепцией, в соответствии с которой сейчас преподается курс истории в школе. Общее количество заданий 24. При этом задания делятся на две части. Первая часть содержит 17 заданий с кратким ответом. И часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом. Ну, мы посмотрим, да, то есть, примеры этих заданий, порешаем их, ну, собственно, и подумаем, как готовить к ним наших учеников. Какие изменения в 2023 году прошли? Коллеги, изменений в КИМ-УГЭ по 9 классу у нас с вами нет. Они отсутствуют. Они есть в ЕГЭ для 11 класса. О них мы будем говорить на следующей встрече. Но в УГЭ изменений нет. Обращу ваше внимание на то, что максимальный первичный балл 37. Да, экзамен, скорее всего, не массовый. Да, в силу того, что нужно набрать 11 первичных баллов по истории. Я бы не сказал, что это недостижимый результат, но требует серьезной подготовки, если ученик выбрал экзамены. История действительно один из самых сложных предметов. Ну, и дальше вот вы видите границы. Да, граница пятерки очень высокая. Да, поэтому можно быть однозначно уверенным в том, что ученик, получивший 5 по ОГЭ по истории, ее знает на достаточно хорошем, приличном уровне и много что умеет. Ну, соответственно, тройки, четверки, границы тоже определены. Да, с 11 до 20 баллов и 21 до 29, соответственно. Так, ну, рекомендация по отбору в профильный класс из 26 баллов тоже, и Рособорнадзор нам эти границы дает. Ну, на следующий год может какие-то изменения быть, но вероятность этого небольшая. Так, на что обратить внимание, да, то есть, на что можно обратить внимание при повторении изучения курса? Первое, это на то, что, конечно, проверяются хронологические знания, знания исторических понятий, ну и опорных исторических фактов. Без этого у нас с вами нет подготовки, да, то есть, и, соответственно, нет результата. Но, опять же, хронологии не требуются детально знать все абсолютно даты, надо уметь ориентироваться, иметь какие-то гвоздики, да, в которые, которым, на базе которых у нас выстраивается общая картина исторического движения, да, пространства и времени. Так, что еще проверяется, да, на что обратить внимание? Ну, можно получить, поработать со статистикой, да, это достаточно простое задание, отрабатывается, ну, буквально за один раз. Это работа с картой, схемой, иллюстрациями, то есть, при работе в школе, да, при изучении материала, конечно, поэтапное выстраивание работы требуется с картой, с иллюстративным материалом, ну, чтобы потом, собственно, выходить и на ЕГЭ уже, да, в будущем, продолжая формировать умения. Очень большой пласт в работе, это посвящен анализу исторических источников. Опять же, коллеги, да, ну, историк и сама история, да, мы должны понимать, что ученики должны осознавать, откуда историки берут факты, да, то есть, что они их не придумывают, а анализируют исторические источники. Вопросы культуры. Этому уделяется большой сейчас пласт и в ОГЭ, и в ЕГЭ, ну, и, соответственно, в ОГЭ тоже, да. Проверяется материал всеобщей истории, мы видим тенденцию по увеличению объема проверки, да, всеобщей истории в курсах, и с этим никуда не деться пока. Да, поэтому, ну, это большой объем, большой объем программ, требуется тратить учебное время на изучение всеобщей истории, ну, и, соответственно, раз изучается, то надо, наверное, и проверять в каком-то объеме. Конечно, не в такой пропорции, как отводится программой, да, то есть на всеобщую историю. Все же там не третий, даже не четверть экзамена, но и вопросы в ОГЭ, по крайней мере, не самые сложные, да, но проверка идет и этого материала. Проверяются причины следственной связи между событиями, целое задание есть, посмотрим на его тип и как методику его выполнения. Ну, и умение сравнивать исторические события процесса, выявлять сходства и отличия. Здесь надо сказать о том, что подобный тип заданий, ну, в другом формате несколько появился не только в ОГЭ, но и в ЕГЭ, да, то есть, поэтому какая-то преемственность будет здесь наблюдаться, и от этого мы, опять же, не уйдем. Поэтому, коллеги, надеюсь, что мы с вами посмотрим все задания внимательно, да, подумаем, над чем нам стоит работать и чему стоит уделять внимание в курсе. Первое задание, да, это работа с хронологией, когда дается три события, надо соотнести с датой, но дат на две больше дается. Поэтому, ну, чтобы избежать элемента угадывания. Опять же, здесь достаточно понимать, в каком веке происходило то или иное событие, чтобы свой ученик не путал, да, что судебник у нас с вами был принят при Иване III в XV веке и не относил его, например, ну, какому там, в 862 году, например, да, или в 1861 году, поскольку он знает, что в этот момент, наверное, отменили крепостной прав. То есть, вот на уровне простого такого узнавания, да, то есть, что, наверное, Иван Грозный был в XVI веке пораньше, чем Петр I, да, который был в конце XVII, начи первой четверти, 18 века. Вот это задание нацелено на проверку именно вот такой ориентировки в историческом, в истории, да, так скажем, в историческом материале. Второе задание, вот оно дифференцирующее, да, то есть, здесь трудность в чем? В том, что надо расположить в хронологической последовательности четыре события. Да, они все по российской истории, ну, то есть, изучаются в курсе истории России, но эти события, как правило, очень близки. А мы знаем, что такой тип заданий когда-то был в ЕГЭ, и там четыре события было из разных эпох, и даже оно выполнялось с очень низким показателем, да, казалось бы, в экзамене 11 класса, то вот более усложненный вариант включать в ОГЭ, когда события, например, все относятся к XVIII веку, например, там или XVII, XVIII, вот, или первый план XIX века, здесь, конечно, очень большая трудность для учеников. Но разработчики считают, что это позволит, наверное, дифференцировать подготовку и проверку знаний. Третье. Третье задание нацелено на воспроизводство терминов, на то, что мы воспроизвели термин под заданное понятие. Обычно здесь какой-то сложности нет. Ну, в ЕГЭ сложнее, сейчас нужно дать определение какому-то понятию, да, записать его и составить предложение. То есть тут, как бы, вот опять такая поэтапная работа и проверка, она осуществляется. Ну, понятно, в третьем ответ у нас с вами синод, да. Ну, может быть и святейший синод, то есть здесь вариативность ответа всегда возможна, да, вариативность ответа всегда возможна, да, поэтому при проверке, да, компьютером все это засчитывается. Четвертое задание, да, нужно выбрать два ответа, два ответа под условия. Ну, обычно никакой сложности не представляет, если человек, ученик, опять же, что делает? Знает фактологию, да, материал школьный, курс. Тогда, да, тогда у нас явно напишут, что Иван Третий у нас с вами ввел государственный герб, и у нас он женился на Софи-Палеолог, да, то есть, вот, ну, опричненный избранный рада, это нет. То есть здесь такой тип задания можно отрабатывать, наверное, проверяя, а какие факты, да, или события относятся к чему, почему ученик считает, что тот или иной ответ неверный. То есть надо это еще уметь доказать. Тогда, конечно, однозначно нужно считать, балл пора ставить. В пятом задании, несложное, опять же, задание, да, где нужно... Здесь опять ошибка основная заключается в том, что ребенок неверно читает и понимает, что ему надо написать то, что относится к XIX веку, хотя надо написать что? Что не выбрать, то, что не относится. Опять же, здесь методом исключения можно действовать. То есть проставляем плюсики, то, что относится, минусики, то, что не относится, должен получиться один минус. И пусть не торопятся, да, дочитывают до конца задания два раза, пусть думают, да, потому что у них может быть понятие, которое они не помнят. Например, винная монополия относится ли к XIX веку. Но они точно знают, что Бероновщина относится к XVIII веку. И получается, что, да, у нас есть один минус и один вопрос. Ну, логично, что надо выписать то, что явно не подходит под условия. Шестое задание. Шестое задание больше на логику, нежели на проверку содержания материала. Опять же, такие задания в ОГЭ есть, но проверяют умения, деятельственный компонент и позволяют ученику преодолеть минимальный порог, если он, например, плохо знает, но выбрал почему-то историю. Дается четыре суждения. Нужно соотнести, да, тезис и подтверждающий факт. Ну, при подборке таких заданий из любого сборника, да, то есть можно, в принципе, отработать за одну консультацию, даже менее, чем за одну консультацию. Да, то есть проверить, ввести, как это делается, показать, оттренировать и закрепить и проверить, да, то есть на нескольких заданиях. То есть обычно какой-то трудности с этим типом заданий по статистике не наблюдается, да, то есть, ну, допустим, ну, в основном путают, что является тезисом, а что является фактом. Да, то есть, ну, факт – это то, что доказывает. Здесь даже, собственно, написано, да, то есть факты, которые могут служить для аргументации какого-то тезиса. Ну, иногда путают, какой факт, к чему относятся, да, то есть к какому положению. Ну, это минимально, в основном это дети, которые плохо просто читают, да, поэтому здесь надо работать над так называемой функциональной грамотностью, да. Следующее задание примерно из той же серии проверяет в основном деятельностный компонент, то есть, опять же, ну, уже с табличкой, да, то есть, в частности, мы с вами должны соотнести суждение, да, начало суждения и его завершение. Сложностей тоже обычно нет, ну, максимум, что, в основном, посчитать что-то, убедиться, найти, удостовериться и так далее, да, например, наиболее высокими темпами во второй половине 18 века росло количество предприятий по производству. И возникает вопрос, по производству чего, да, и там явно ответ, да, шелковых предприятий, но и в количественном, и если в разах считать, да, то получим один и тот же ответ, что шелковые фактуры, да, шелкопрянные. Вот, поэтому тут обычно сложностей не возникает, хотя, опять же, всякое бывает, ну, функционально, грамотно. Здесь больше проверка общелогических каких-то умений, нежели исторического материала. Вот дальше три задания уже на работу с картой и схемой. Здесь мы с вами понимаем, что даются, как правило, схемы и карты наиболее значимых событий. В некоторых моментах нужно написать какие-то, ну, например, видите, укажите цифру в девятом задании, простые ответы, да, которые на схеме обозначены расположение русских дружин перед сражением, да, то есть надо понять, где есть четыре, то есть тут элемент угадывания только один к четырем, и вряд ли на реке, да, то есть располагались у нас русские дружины перед сражением, никаких квадратиков нет, да, то есть вот методом исключения, да, будет понятно. Для того, чтобы ответить на девятый вопрос, конечно, надо немножко понять, а что за сражение идет речь. Вот, ну, для этого есть две косвенных попытки, да, во-первых, подсказки, это задание номер восемь и задание номер десятое, да, то есть вот здесь нужно написать реку. Ну, если ученик вспомнит, а это сражение у нас с вами, ну, ладно, достаточно известное, да, хрестоматийное, входящее во все учебники, и обычно в шестом классе изучается, и все это запоминают, да, как это примерно по представлению многих историков выглядело в соответствии с источниковой базой, то, соответственно, здесь можно написать Неву, да, ну и дальше уже, собственно, какой век, да, тринадцатый. То есть карты, иллюстрации, конечно, экзамен проверяет не только умения, но и определенный набор знаний. Поэтому без тренировки и повторения нам никуда не уйти. Одиннадцатое задание – это на работу с иллюстративным материалом, причем задание, как правило, нелегкое, да, то есть потому что оно требует и знаний, и умений найти информацию в иллюстрации и ее интерпретировать. А интерпретация без знаний невозможна. Вот. Кто из русских полководцев одержал победу, в честь которой была отчеканена эта медаль? Надо понять, что речь идет о битве по Закогул, да, то есть, исходя из всех анализов, да, выбрать Румянцева. Потому что мы с вами понимаем, да, что к правлению Екатерины II, Меншиков, Шереметьев и Апраксин уже отношения не имеют. Но опять же, посмотрите, что эти полководцы, они из одного века, и фолтоводцы. Да, то есть, поэтому здесь, конечно, надо немножко очень соображать и знать. Вот самое главное, ключевое, это знать. Ну, или то же самое, мы не заполним никогда пропуск в схеме, если мы не знаем, как информацию, да, к которой относится то или иное схема, да. Что за война, где были сражения Гроссгерсдорф, Цондорф, взятие Берлина, да, то есть, понятно дело, что и здесь идет речь о Семилетней войне. Вот, ну, бывают более простые, конечно, схемы, да, но даже та же триада Уварова, да, православие, самодержавие, народность, если что-то будет пропущено, да, надо знать, чтобы это восстановить, этот элемент. Дальше у нас с вами, коллеги, идут задания 13 и 14. Они посвящены, это блок, посвященный работе с культурой. Задания, я бы не сказал, что, наверное, сложные, да, но культура проверяется. Подобный тип есть и в всероссийских проверочных работах, да, то есть, ну, в ЕГЭ, наверное, что-то похожее, да, но посложнее чуть-чуть. Дается пять памятников культуры, причем два из них в иллюстративной форме. В 13-м задании нам нужно выбрать два памятника, которые относятся, например, к созданным в 16-м веке, ну, по условию, что написано, да, и здесь главное понять, что ответов два. И в 14-м надо написать одну цифру, да, то есть, опять же, прочитав вопрос и выполнив задание. Автором какого памяти культуры является Нестор. Ну, Нестор, понятно, пользу моих лет, а вот какие памятники созданы в 16-м веке, здесь надо немножко подумать и не перепутать, да, то есть, здесь, конечно, ответа 3 и 5, да, то есть, царь Пушка и сказания о князьях Владимирских. Но многие путают, например, царь Колокол, да, относится тоже к 16-м веке, хотя он относится к 18-м. То есть, культуру, конечно, при изучении курса нельзя игнорировать, это во-первых, а во-вторых, культура, конечно, это огромный объем материала всегда, поэтому надо что делать? Повторять. Повторять при предэкзаменационном повторении обязательно, обобщении материала. Дальше идет блок заданий, посвященный у нас с вами всеобщей истории. Здесь, коллеги, нужно обратить свое внимание на то, что всеобщая история проверяется. Да, несложный блок заданий, да, 15-17 в том плане, что дается 4 варианта, 4 цифры, да, 4 события, процесса, и их надо заполнить под те вопросы и задания, о которых идет речь. В первом случае, как правило, спрашивается, чей человек, историческая личность, да, к какому событию и процессу относится отто фонд Бисмарк? Ну, здесь явно надо, понимаете, вот именно хотя бы иметь представление о том, что мы изучали в школьном курсе, да, то есть никаких больше глубоких знаний не требуется. Ну, понятно, что здесь надо написать создание Германской империи цифры 4. Дальше. Что из перечисленных событий процессов происходило в Афинах? Укажите порядковый номер этого процесса или события. Опять же, имея общее представление, ну, наверное, ученик все же должен написать, что это законы Салона имеют отношение, да, к Афинам. Явно и гусицкие войны не затронули Афины, да, и славная революция в Англии. Где Афина, а где Англии? То есть, опять же, это такие общие представления проверяются. И 17-е задание, да, здесь нужно прочитать текстик и внимательно его проанализировать, потому что работа с историческими источниками, да, с текстовыми источниками, она важный элемент проверки. И здесь, конечно, надо написать гусицкое движение. Что касаемо подсказки определенной, да, мы с вами понимаем, что та цифра, в которой ученик уверен, и она верная, да, если она верная, она дублироваться не будет в этих заданиях. То есть, два раза про законы Салона писать не надо. То есть, поэтому всегда с каждым правильным ответом элемент угадывания оставшегося будет возрастать. Вот смысл этих заданий. И по статистике Федеральный институт педзмерений, насколько я знаю, они выполняются очень неплохо. Вот, но все же, вот, но все же многие опасаются, да, именно в том числе этого, что проверяется всеобщая история. Для того, чтобы посмотреть, что повторять, у нас с вами есть коллеги приложения номер один кодификатору, да, список важнейших событий, процессов, явлений зарубежных стран, которые проверяются вот в этих заданиях 15-17. Они разделены на периоды, и, ну, конечно, их много очень. Да, но при, опять же, предэкзаменационном повторении, на элективном курсе, в частной практике, да, необходимо этому уделить небольшое, но внимание, хотя бы в конце учебного года. Дальше идет вторая часть, все, первая часть 17 тестовых заданий, она выполнена, то есть где-то мы пишем имя, где-то мы пишем цифру, понятие, да, то есть краткие ответы даем, совокупность цифр бывает. Дальше у нас с вами идут задания 18, 19 и 20. Это, опять же, по работе со статическим источником. За этот блок можно получить 6 баллов. Задание 20-е ученик не выполнит, скорее всего, если неверный атрибутирует источник в задании 18, да, то есть тогда он потеряет и в 20-м, и в 18-м. А вот задание 19 может выполнить любой ученик. И вот если, ну, если говорить о стратегиях, да, экзаменационных, с этим очень часто большие трудности и проблемы учеников, они думают, что вторая часть – это не для них. Вот это вредное заблуждение, да, что по истории, что по обществознанию, какой бы успешности не отличался ученик, он должен выполнять задание второй части, иначе он точно не сдаст экзамен. Да, это касается и истории, и общества. Ну, я имею в виду, точно не сдаст, с большой долей вероятностью. То есть за счет первой части он должен выполнить очень большой процент набрать в первой части. Но первая часть, она в основном проверяет в большей степени знания. Как вы понимаете, если у него такая стратегия, то этим он там не особо отличается. Поэтому, конечно, надо обращать внимание, что надо читать все. И в первую очередь, по истории, выполнять 19-е задание. Ничего, кроме как найти ответы в тексте, обычно в двух-трех абзацах, здесь нет. Ну, тут два вопроса. Почему, согласно летописи, печенеги не могли перейти на помощь княже Святославу? И почему, согласно летописи, польский король стал помогать Святополку в его междоусобной войне с братом? Все ответы на эти вопросы есть в тексте. Я ответы выведу. Допустим, что в 19-м вопросе печенеги не смогли помочь Святополку, потому что находились вдалеке от места сражения, и озеро препятствовало им быстро подойти на помощь. Ну, а второй вопрос, что польский король был тестем Святополка, ну, что родственные? В родственной связи находились. Вот, собственно, два балла можно получить первичных. Да, то есть за счет только того, чтобы прочитать внимательный текст и выписать из него. Остальное, конечно, уже сложнее. Надо знать материал, да, особенно 6-го класса, Древняя Русь. Это не все помнят, поэтому это, опять же, требует специального времени на предэкзаменационное повторение. Как бы хорошо мы ни учили материал, да, он забывается, и надо вспоминать. Дальше. Задание 21 нацелено на проверку причин следственных связей. Да, то есть здесь нужно указать либо причину, предпосылку, либо следствие какого-то исторического события. Ну, например, начало эпохи дворцовых переворотов. Варианты ответа ученику написано. Если он просто выпишет правильно один из четырех вариантов, он получает балл. Это опять к вопросу о том, что вторая часть, она для всех. Вероятность просто угадать один к четырем, да, 25%. Выписав много. Если, конечно, человек хоть что-то понимает, как-то он изучал эпоху дворцовых переворотов, я не поверю, что в восьмом классе можно мимо пройти этого события, да, то есть этого процесса. То, конечно, можно написать, что одной из причин, да, была борьба за власть между дворянскими группировками. А вот дальше, конечно, более сложная вещь. Нужно объяснить, как выборное положение связано, собственно, с началом этой эпохи. И, ну, оценивается именно степень логичности, аргументированности. Например, что указ Петра Первого о наследовании престола определял, что император сам назначает себя преднаследника. Император не оставил завещания, да, как считается. Стал предоставить несколько кандидатур, каждый выпуск которых поддерживали разные группировки дворян. Ну, и, соответственно, поэтому борьба за власть между дворянскими группировками стала одной из причин, собственно, начала эпохи дворцовых переворотов. Ну, вот как-то такой примерный ответ для получения максимального балла на это задание. 22-е задание, да, то есть вот здесь, конечно, задание сложное, дифференцирующее. Оно больше, так сказать, на хорошистов и отличников, то есть потому что нужно прочитать внимательно текст и исправить ошибки. Их две в тексте. Ну, и, соответственно, требуется исправить верно ответ, да, и получить максимальный балл. То есть, ну, конечно, даже если ученик просто сделает одно исправление, да, то есть выписав соответствующее положение текста и исправив его, он получает два балла. То есть здесь нужно ориентировать, что нужно стремиться получить как можно больше баллов, поэтому надо выполнить эти задания. Я ставлю в стороне размышления о том, насколько допустимо проверять, вставлять в экзамен, да, задание на поиск ошибок, да, то есть потому что не все методисты, далеко не все методисты согласны с подобным типом заданий. Да, также есть там трудности с проверкой в том плане, что если ученик выпишет больше положений и исправит больше, чем две ошибки, да, что с этим делать, но пока здесь нас не наказывают, поэтому можно исправлять, как ученик увидится. Главное, правильно в итоге исправить два положения, которые были сделаны при разработке данного задания, да, то есть допущенные изначально разработчикам, да, чтобы можно было их исправить. Так, это что касаемо заданий 22. Так, и еще последние два задания у нас, 23-е, на проверку как раз сходств и отличий, да, то есть нужно найти, что различия в позициях славянофилов и западников, и здесь очень важно понимать, что различия, да, в отличие от сходств предполагают сравнительное, то есть сравнение, то есть выполнение различия, нахождение различия по какому-то единому критерию. Например, славянофилы считали, что Россия особый путь развития, а западники ориентировались на процессы в Европе, считая, что Россия там отстает. И надо проходить, добегать до европейского пути. Славянофилы критиковали Петра I, относились к его реформам негативно, да, а позитивная оценка была у западников, потому что он сблизил, по их мнению, Россию и Европу. Здесь опять же, да, все, два различия написали, балл максимально получили. Еще тоже то, что надо объяснять, по крайней мере, в девятом классе, в отличие от одиннадцатого, за неверные положения баллы не снимают, за ошибочные, за излишние положения баллы не снимают, поэтому можно писать больше, это не страшно. Главное, да, чтобы было из этого все, что напишет ученик, два верных сформулированных различия по единым критериям. Вот это важно, да, то есть нельзя написать, что Славянофилы считали, что у России особый путь развития, а западники считали, что Петр положительно повлиял на процессы в России. Это не различие, да, как вы понимаете. И двадцать четвертое задание, да, то есть здесь у нас задание-задачка так называемая, то есть есть небольшое условие, которое нужно внимательно прочитать, и после этого, собственно, ответить на три вопроса, да, то есть причем, как правило, первые два вопроса, у них однозначные ответы, да, то есть, например, там идет речь про чугунный устав, да, за эти императора, в правлении которого и было издано, укажите название политики. Ну, можно охранительное, консервативное, название политики здесь тоже вариативное, да, вот, ну, император Николай Первый. А вот третий вопрос, да, почему, по мнению императора, необходимо было ужесточить цензуру, здесь могут быть, на самом деле, разнообразные оценки, поэтому я думаю, что, если даже ученик не пойдет по логике ответа разработчика заданного, да, но напишет, что ты вер, да, ему, естественно, балл этот поставят и засчитают. То есть, опять дифференциация происходит, да, то есть, репродуктивные знания и немножко требующие причин следственных связей. Ну, про систему оценивания, наверное, долго рассказывать не буду, да, скажу, что у нас тестовые задания большинство оценивается одним баллом, да, задания 1, 4, 7, 13, в основном, где табличные формы, двухбальные задания, либо где два положения требуется выписать. Задания части 2 практически все оцениваются в 2 балла, кроме заданий 22 и 24. Задание 22 – это на исправление ошибок в тексте, и 24 – это задание задачи, как последний, который мы видели, где три вопроса, значит, должно быть ряд ответов. Везде в остальных просят два положения, за каждое положение, ну, естественно, будет стоять балл. Вот, максимально 37 баллов, но как это, собственно, переводится в пятибальную систему, мы об этом уже сказали, по рекомендациям Росу Барнадзору в прошлого года переводилось, вот, в этом году каких-то изменений, наверное, все же не планируется. Теперь, коллеги, о, немного о плане подготовки к ОГЭ, да, то есть, как нам видится, как методически и грамотно это выстроить. Конечно, мы начинаем с выявления пробелов, то есть, это диагностика знаний. Вот уже прошел сентябрь, да, то есть, в принципе, можно подать вариант ОГЭ, посмотреть, что не знают ученики. Если это 19 век, да, то это хорошо. Если они спотыкаются на древности, на 17 веке, там, на 18 веке, то это плохо. Второе, конечно, необходимо повторение материала. И вот здесь самое больное место, наверное, да, экзамена в том, что очень трудно повторять материал 6, 7, 8 класс по истории России, а уж зарубежную историю тем более. Ну, зарубежные хотя бы там общие представления проверяются, да, все же по истории так не везде. Поэтому, конечно, требуются определенные повторительные обобщающие уроки, да, в конце года, возможно, да, консультации, факультатив или элективный курс. Ну, сейчас есть такой понятие, как курс внеурочной деятельности и так далее, и так далее, да. То есть, все, что можно нацелить на повторение материала. Но помимо повторения материала, да, это может быть и самостоятельное, да, то есть, учитель просто дает задание, да, группе тех, кто сдает ОГЭ, если консультацию не выделяют. И, соответственно, они повторяют, ну, под определенным, там, таким контролем учителя и на периодическим. Дальше отработка необходимых умений. Вот здесь как раз, коллеги, наша позиция должна сводиться к тому, что типы заданий мы отрабатываем, даже если ученики не сдают ОГЭ. Нам ничего не мешает использовать задания на сравнение. Нам ничего не мешает работать с историческими источниками, да, то есть, где мы на текущем материале XIX века отрабатываем необходимые умения для экзамена. Вот это важно проводить и делать. Ну, соответственно, во все проверочные работы, не только в девятом классе, но и в более ранней, понятно, с учетом адаптаций, да, необходимо включать подобные задания формата ОГЭ в эти работы. Тематические работы часто можно использовать, да, в том числе используя наше пособие. То есть, очень хорошо может это все получиться. Ну, и на последнем этапе, да, со второго полугода девятого класса, это самостоятельное прорешивание и самопроверка учениками, вариантами ОГЭ, ну, например, по пособию с 30 вариантами. Что касаемо тематического тренинга, да, вот для тематических работ. То есть, здесь мы сделали именно с этих позиций, да. То есть, вот, например, вы на элективном курсе повторили какой-то объем материала, да, например, там, Древнюю Русь до какого-то периода. Дальше вы берете тематический тренинг, например, да, берете первый раздел, и с помощью этого раздела, там, до конца, например, 15 века, пять вариантов полностью аналоги контрольно-измерительных материалов, да, текущего года есть. Ну, понятно, с определенными изменениями, потому что там, например, статистику невозможно дать по этому периоду, да, ее просто такой нет. Поэтому данный тип заданий заменен там, да, то есть, ну, для общего подсчета это достаточно там сделано. И чтобы баллы не менялись, сделано все корректно. И в этом случае, в этом случае мы можем с вами отработать и умения, и посмотреть, как мы знаем про пройденный, повторенный материал. То есть, там не будет проверяться ничего из 17, 18, 19 веков. Ну, и так вот, несколько раз проверили, и вы увидите, что западает, и на что обратить внимание. То ли на содержательную сторону больше, то ли на умениваю. И второе, что там сделано, обновлено в этом году, это тематический банк заданий по всеобщей истории. Вот это сделано, коллеги, очень хорошо по хронологии, тоже по разделам древнее, древний мир, средневековье, новое время. То есть, там целыми подборками эти задания сделаны. Поэтому, даже их просто прорешав, ученики с вероятностью 99,9% выполнят эти задания на... То есть, они охватывают весь экзамен точно. Это я могу сказать со всей ответственностью. Ну, в части заданий по всеобщей истории. Ну, и ответы тоже присутствуют. Ну, на втором этапе мы решаем тренировочные варианты. Вот, и, собственно, да, то есть, ну, об этом, о методике я уже говорил. Так. Теперь, коллеги, что касаемо ЕГЭ. ЕГЭ, конечно, экзамен с более высокими ставками, да, поэтому здесь у нас тот же самый принцип, но пособия гораздо толще получаются, потому что материалы больше объективно, типов заданий больше и так далее. У нас с вами вышел тематический тренинг. Вы можете пользоваться. Два новых задания, модели, ну, по войне там и по сравнению в этих пособиях нет, но задание по восьмой, оно несложное, да, там надо знать материал. Задание по сравнению, ну, мы что-то сделаем для этого, чтобы могли пользоваться. Но 30 тренировочных вариантов можно прямо пользоваться. Они там будут. Это пособие подписано в печати, оно в типографии. В октябре придет, и вот, собственно, на следующем лиминаре, я думаю, что мы уже даже ссылку сможем дать на покупку пособия. Поэтому мы начинаем с ОГЭ, где, собственно, все известно уже точно. Насчет вопросов, насчет графика, сразу скажу, пока расписания, естественно, ОГЭ нет. Да, ну, конец мая, начало июня, то здесь каких-то особых отличий, наверное, не будет. Что касаемо на этих новых пособий, да, то есть у нас с вами есть перевыпущено пособие по высокому уровню. Оно называется задание 17-19, но из-за перенумерации, понятно дело, там несколько иные типы, да, чем в нынешнем варианте ЕГЭ. Но также три типа, это задания, которые не поменялись, это задания на причинно-следственные связи, это задания на понятия, и это банк заданий на аргументацию, где связка идет история России и всеобщая история. И здесь мы с вами содержим, ну, достаточно большой банк заданий, выстроенный по хронологическому принципу, что очень удобно для использования и в 10-м, и в 11-м классе. Картографический практикум в очередной раз обновлен, да, то есть с каждого раза он становится, наверное, чуть-чуть сложнее, ну, потому что фантазия разработчиков узлажняется тоже, да, ну, и, соответственно, мы тоже даем, то есть прорешав этот справочник, практикум, картографические ученики, ну, практически все получают максимум на экзамене. Не только, кстати, с картографией, но и по другим заданиям, да, потому что они предполагают, ну, серьезные знания материала, разбирательства в нем. Для вот всеобщей истории, да, материала и в ОГЭ, и для ЕГЭ, да, у нас выпущен вот такой справочник практикум, там расширена вся теория, которая, ну, естественно, увеличена в связи с проверкой всеобщей истории, то есть там только задания по всеобщей истории. Там есть тематические задания, там есть тренировочные разного рода упражнения, и можно, ну, дополнительно использовать, ну, форматы экзамена, там тоже задания присутствуют. Ну, и наши традиционные пособия, это по развитию российской культуры пособия, да, теория, справочник и практикум, то есть там есть теория, есть практикум, вот, работа с иллюстрациями и так далее, то есть разные форматы заданий. И по анализу исторического источника полностью переделано пособие, переписано, вот, ну, под нынешние форматы заданий на экзамене, да, которыми, опять же, можно пользоваться. И карманный справочник, да, для коллеги, для учеников тоже присутствует. Так, ну, по ВПРам здесь без особых комментариев, коллеги, да, работы прошли, но тем не менее пройдут по-разному там в регионах, и у нас с вами дальше осенью, весной опять будут ВПРы, да, то есть, поэтому, коллеги, пользуйтесь пособиями, заданиями, да, то есть, включайте в свою работу, думаю, что с помощью этого вы достигнете успеха. Несколько слов я бы хотел сказать по тому учебнику, который был написан пару-тройку лет назад для подготовки к ЕГЭ. Вот, несмотря, коллеги, на изменения, да, в форматах мы делали с таким расчетом, чтобы им можно было пользоваться, он в трех частях, это толстая обложка, такая твердая, да, то есть, белые иллюстрации, белые листы, цветные, он цветной, поэтому там стоимость чуть выше, чем наши традиционные пособия, но, коллеги, приобретите комплект для собственного использования. Вы действительно получите вот все, что проверяется на экзамене, так или иначе, вся основная фактология там есть. Там очень много заданий, вопросов, да, то есть, причем они не только ориентированы на форматы ЕГЭ, но и всякого творческого характера, есть дискуссионные вопросы, и они позволяют вам иметь банк заданий под любые ситуации, да, отрабатывать умения, а потом, конечно, рихтовать их под тип формата экзамена. Карты, схемы, иллюстрации там тоже присутствуют. Ну, исторические источники огромного количества, вопросы к ним, перечни основных дат, событий и таблицы правителей, руководителей нашей страны. Ну, вот по войне, как это, например, Великое Отечественное выглядит, да, то есть, мы делим на параграфы, да, обязательно выводы итоги, события в мировой истории, то есть, что актуально, да, с учетом включения материалов в всеобщей истории. И еще, кстати, задания, да, для повторения обобщения, вот они тоже там есть, поэтому очень можно пользоваться и найти даже методическое пособие на сайте издательства, где-то лежит, и там есть ответы, по крайней мере, на тестовые задания, да, на тестовые задания есть ответы. Вот, ну, собственно, сейчас покажу, как это выглядит. Ну, вот взял я несколько параграфов небольших, да, то есть, чтобы показать, как он выглядит. Первые две части можно использовать и для его ГЭП повторения, да, потому что мы с вами понимаем, что ученик не прочитает всех школьных учебников, вот, хотя бы, может, две части прочитает, учитывая, что там много вопросов и заданий, поэтому реально там текста гораздо меньше. Изложено все очень концептуально, да, после каждого пункта тоже есть, ну, не всегда, а периодически есть вопросы и задания. Вот, карты, видите, да, иллюстрации, вот, работа с источниками, вот, работа с источниками тоже есть, с оценками историков есть. Так, вопросы, задания для закрепления, вот, ну, и там задания в формате ЕГЭ тоже присутствуют. Ну, или русско-японская война, да, я просто хотел показать, что тут, видите, какая карта, да, то есть, со всеми, со всеми битвами, даже излишней. Вот здесь можно делать очень интересную работу, да, когда мы отдаем большую часть на самостоятельное изучение, там, составить таблицу основных событий русско-японской войны. Текст написан очень неплохо, и поэтому, вот, потом можно соотнести с картой, да, все эти события, закрепить их, да, то есть, дать сначала ученикам задание, найти все, потом по на карте все это посмотреть. Ну, и завершается, понятное дело, отношением русского общества к русско-японской войне и условиям портморского мира. Конечно, в конце обязательно идут задания, идут задания, да, в формате, в том числе, экзаменов разных типов, ну, вот, ну, и где, собственно, всегда обязательно будут причины войны, поражения войны, причины русско-японской войны, причины, почему мы пошли на подписание мира и так далее, и так далее. Вот, собственно, как это выглядит. Теперь, что касаемо ЕГЭ по обществу о знаниях, здесь та же самая картиночка, да, мы с вами уже проговаривали буквально, не помню, наверное, неделю назад, да, что у нас вышли тематический тренинг и 30 тренировочных вариантов, вот, и для повторения теории, ну, практика есть, но нужна и теория, да, у нас с вами есть пособие в таблицах и схемах, да, то есть, которым удобно пользоваться, оно обновлено, включены многие элементы, которые в кодификатор включены, вот, ну, большой справочник Ольга Александрович Чернышова тоже можно использовать дополнительно. По ОГЭ, по ОГЭ более массовый экзамен, конечно, по обществу о знаниях, наверное, лидер, чемпион по выбору, у нас с вами есть там тоже 30 вариантов и тематический тренинг, и тематический тренинг тоже присутствует. Ну, и разного рода тоже пособия, в том числе по теории, да, это в таблицах и схемах, очень небольшое такое пособие на 200 страничек, но повторяет, обобщает весь материал за 6-9 класс, потому что ученикам, конечно, где они возьмут учебник 6 класс, чтобы подготовить, повторить и подготовиться к экзамену. И что касаемо Олимпиад, я вижу тут целые перечни вопросов по историям, коллеги. Если кто-то готов, да, мы готовы пригласить и опубликовать, рассмотреть, опубликовать, если материал достойный. У меня лично не так, ну, не моя специфика, честно скажу, но в проектах, конечно, всегда есть, но если кто-то откликнется быстрее, мы всегда готовы поддержать. По обществу знаний у нас есть, у нас есть сборник олимпиад, олимпиадных заданий, да, которым можно пользоваться, которым можно пользоваться. Дальше у нас с вами варианты по ВПРам присутствуют, да, которыми тоже можно, опять же, пользоваться. И обратите внимание на такое интересное пособие, да, обществознание в таблицах и схемах, да, то есть справа у вас на слайдики. Это пособие мы написали с Ириной Владимировной Крутовой, очень адаптированно для каждого класса, опять же, позволяет использовать в учебном процессе все эти темы, да, так, коллеги, да, то есть у нас с вами приближается День Учителя, с которым я всех, конечно, поздравляю, поэтому скидка на 30% на все пособия будет действовать до 5 октября включительно, да, то есть включительно, и для этого нужно ввести промокод, да, то есть История ОГ23, История ОГ23 любыми буквами, большими, маленькими, неважно, вот, главное по-русски, да, то есть и тогда автоматически скидка просчитается. Так, ну и вы можете зайти и на наш сайт legionr.ru, да, то есть там есть раздел вебинары, да, то есть именно, вот видите, вебинары посередине, у нас с вами строчечка, и там можно открыть вкладки Истории общества знаний и записаться на любой вебинар, который уже запланирован, вам придет уведомление, да, то есть оно вас ни к чему не обязывает, кроме того, что вы получите сообщение, что планируется вебинар, да, то есть, а дальше вы же можете регистрироваться и прийти, или потом в записи посмотреть. Так, у нас был один вопрос, который, коллеги, если у кого вопросы будут, задавайте, если я на какой-то не ответил, сейчас модератор мне подскажет, но, по-моему, я ответил на все возникающие вопросы. Очень такое интересное письмо даже было, что в ЛНР модуль «Россия в новейшее время» в девятом классе тарифицирован 34 часами, хотя по примерной программе 14 часов, и ведет этот модуль другой учитель. То есть, как записывать его в журнале, как совместить 19-20 век и события 21 века без ущерба для учащихся, как оценивается данный модуль, да. Сразу скажу, что у меня нет готовых ответов на этот вопрос, да, но если это модуль, да, то тогда, наверное, он все же идет в рамках общего курса, да, то есть, он идет в рамках общего курса. Ну, насчет совмещения событий, вот здесь мне трудно ответить, конечно, плохо, что ведут разные учителя, тогда было бы проще. Действительно, с этим модулем возникла большая путаница, да, он вроде бы есть, и даже требования стандарта есть, но, например, учебники, да, которые писались, так, по-моему, до сих пор не утверждены, поэтому тут можно только на базе каких-то представлений учителя, да, то есть идти. Ну, наверное, учителю надо просто рассмотреть ключевые события 20-го, 21-го веков, да, как это предписано программе, да, увеличить на те темы, которые он считает необходимым. Вот как записывать в журнале, ну, записывать в журнале, как ведется, вот, ну, оценка явно будет общая, да, то есть для этого надо предусмотреть это в положении обоценивания, да, что вот как засчитывается модуль, то ли это как четверть, то ли это как одна оценка, как дополнительная четверть, не знаю. Вот здесь нужно продумать в школе, потому что пока ответа на этот вопрос у меня нет. Ну, и там дальше у нас есть, как бы, тоже мысль о том, что в 9-м классе отсутствует курс «Моя история», но тарифицирован в 11-м классе. Я так понимаю, что в 11-м классе есть курс «Моя история», где изучать историю родного края, да, то есть, вот, но историю родного края можно включать как элемент краеведения всегда в основные уроки, в основной курс, никто это нам не запрещает. Ну, если он выделен как отдельный курс в 11-м классе, ну, наверное, там тоже изучить как-то этот, ну, в зависимости от количеств часов, да, выстроить программу и провести этот курс, чтобы было полезно детям. Ну, вот, как бы, такая вот, такой вот у меня ответ рассуждения, да, здесь все же, наверное, стоит обратиться в Министерство образования соответствующего региона, да, и получить какие-то дополнительные разъяснения, либо в каком-то методическом объединении. Вот, коллеги, я, может, пропустил. Какие вопросы? Пока отвечал на предыдущий. Роман Викторович, там есть вопрос по хронологическим, по раздробленности и просят хронологические рамки, так как у разных авторов они разные. Ну, это дискуссионный вопрос в исторической науке, как вы понимаете, да, и авторы учебников, и авторы, соответственно, интерпретируют это по-разному. Но на экзамене обычно жестко так сейчас не спрашивают, да, напишите хронологические рамки раздробленности, но начало, по крайней мере, традиционно считается со дня смерти Мстислава Великого, да, с 1132 года. Но это очень условная дата начала раздробленности, и всегда говорится о том, что процесс раздробленности идет с момента смерти Ярослава Мудрого, проходит ряд подпериодов, так сказать, и вот в 1132 году начинается раздробленность на Руси окончательно. Вот когда она завершается, да, то есть тоже сложный такой вопрос, но здесь обычно говорят о том, что процесс раздробленности завершается началом процесса объединения и складывания единого государства, и поэтому, наверное, конец 15-го, начало 16-го века, вот этот рубеж, то есть Иван III, Василий III, ну, наверное, можно 1533 годом и ставить точку окончания раздробленности. Роман Викторович, большое Вам спасибо за вебинар, за работу. Вопросов больше нет, я сейчас хочу всех участников пригласить на следующий вебинар с участием и Романа Викторовича, и Ирины Владимировны Крутовой, который запланирован на 14 октября. На 18 октября запланирован вебинар по обществу о знаниях с Ольгой Александровной, где речь пойдет о задании 18 в ЕГЭ. Ну и 31 октября мы вновь встретимся с Романом Викторовичем на вебинаре, который будет посвящен разбору демоверсий ЕГЭ по истории. Да, коллеги, ждем Вас на следующих встречах, еще раз с праздником! Продолжение следует...